Традиционно ни один день молодежи не обходится без награждения активистов общественных организаций. Начался прием с вручения золотых знаков отличия комплекса ГТО. Тех, кто с честью прошел все спортивные испытания, поздравил пятикратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, член сборной команды России на Олимпийских играх в Ванкувере Петр Седов. Для тех, кто сдал на золотой знак значок ГТО, хочу сказать, что я тоже с вами, тоже сдал на золотой знак, считаю, что это почетно и здорово. Так что буду рад вас наградить. Благодарственные письма и грамоты получили активисты различных клубов и объединений Молодежного центра, союза старшеклассников статус, военно-патриотических клубов, волонтеры и все те, кто стремится сделать ярче и насыщеннее жизнь нашего города. Одна из них – Александра Шанина. Она учится на втором курсе Сарфуты и Нияумифи и возглавляет Объединенный совет обучающихся. Под ее началом студенты участвуют во многих городских акциях, организуют Дни открытых дверей и праздники в институте. Награда для меня очень ценная, очень почетная, потому что к этому, наверное, стремится каждый общественный деятель, когда от главы администрации тебе идет благодарность. То есть ты занимаешься этим не зря, ты делаешь все правильно. Второй год подряд на площадках праздника работал Саровский котельон. Активисты и участники студии «Пляшущие человечки» объединения «Армир» ознакомили горожан с историей нашей страны, обычаями и традициями аристократов и простых жителей с помощью танцев той или иной эпохи. Исторические танцы – это просто замечательно. Это общение в танце, это то, чего не хватает современным детям. Это капелька романтики, которой нам тоже очень не хватает. Мы, приходя на наши танцы и танцуют друг другом, ощущаем, что мы часть великой истории. Сюрприз ждал любителей Саровского драматического театра. Актеры, которых горожане привыкли видеть на сцене, сошлись в футбольных баталиях с чиновниками городской администрации и депутатами городской думы. Настрой, вы знаете, очень хороший, потому что мы с этими ребятами разминались, играли до этого, все настроены дружелюбно. И, в общем-то, мы думаем, просто хорошо поиграем в футбол. Матч закончился победой команды органов местного самоуправления. Кульминацией Дня молодежи стал концерт, хедлайнером которого выступил Никита Пресняков и его группа «Мультиверс». Полную запись концерта можно посмотреть на нашем канале в Ютубе. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.